Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге Царств. И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. Надо сказать, что правление Соломона, в отличие от правления царя Давида, было более удачным. В том смысле, что не было войн, почти не было войн, и оно выглядело более удачным, более благополучным. Но на самом деле история Церкви Божьей показывает, что времена благополучия – это времена компромиссов. И порой недопустимых компромиссов с миром. А в Писании сказано, с одной стороны, не сообразуйтесь с веком сим, а с другой стороны, сказано, что дружба с миром – есть вражда с Богом. И вот правление Соломона, этого одаренного молодого человека, который сподобился Духу Святаго и был автором нескольких библейских книг, это пример недопустимости компромиссов. Тем более, недопустимо было для такого человека вступать в подобные компромиссы. И мы читаем Третью книгу царств, Третью главу, Первый стих. «Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и вел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима». То, что он породнился с царским домом, с домом египетского фараона, это, конечно, было политическое решение. Но смотрите, что пишет по этому поводу древнехристианский экзегет Ишадад Мервский. «Удивительно, почему Соломон заключал браки с иноверцами, не будучи при этом виновным, хотя закон запрещал евреям смешение с ними. Причина запрета была такова, дабы, — говорит Писание, — дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блуждение вслед богов своих». И именно это случилось с Соломоном. Далее Ишадад Мервский пишет, «Однако мы видим и других, они женились на дочерях язычников, но не прельстившись их язычеством, заслужили похвалу. Таковы Махлон, Хелион и Ваос». То есть в случае с Соломоном жены реально развратили его сердце. А вот имена, которые берутся из книги «Руфь», там ситуация немного другая. Там эти языческие жены начали склоняться к вере Израиля. Действительно, как апостол Павел говорит, что неверующая жена, она освещается верующим мужем. Но вот рисковать, идя на такой эксперимент, я бы никому не советовал. Тем более у Соломона было множество жен. А множество жен – это путь слабости, потому что первый человек, который завел двух жен – это Ламех. Его жены были Ада и Цила, а само имя Ламех означает слабость. И вот Соломон, мудрейший из людей, он проявил такую непозволительную слабость. И далее мы читаем, «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени». Что это значит? До того, как Бог не избрал землю Израиля, жертвы можно было приносить на всякой другой земле. Мы видим Ноя, который приносит жертву на горе Арарат. После того, как Бог избрал землю Израиля, происходит захват этой земли евреями, можно было приносить жертву в любой части этой страны. Но после того, как Давид захватывает Иерусалим, Иерусалим называется городом Давидовым, жертвы можно было приносить на любых высотах в Иерусалиме и его окрестностях. А вот когда будет построен храм, тогда можно будет приносить жертвы только в храме. Поэтому здесь и говорится, «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени». То есть храм, любой храм, он прежде всего имени Господа. Он посвящается Господу Богу. И если в нашей православной традиции есть храм во имя апостола Петра, Павла, какого-нибудь христианского мученика, но при всем при этом главное надо понимать, храм посвящается Богу. И если вы когда-нибудь будете присутствовать при освящении храма и вслушаетесь молитвы, которые там читаются, вы на это обратите, конечно же, внимание. И далее мы читаем, «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида Отца Своего». Что значит «ходя по уставу Давида Отца Своего»? Имеются в виду те псалмы, которые написал Давид, и был устав их исполнения. Псалмы были на разные случаи жизни. И мы знаем, что псалтырь, она с самого начала делилась на пять книг. Это видно из текста самой псалтыри, если внимательно читать. И это связано с тем, что закон Божий тоже делится на пять книг, а закон Божий – это строгость, это заповеди, которые надо исполнять. Но в книге второзакония сказано, кто исполняет заповеди Божии без радости и веселья, та душа истребится из народа, и Господь прогонит его с его земли. Поэтому псалтырь, питьет этими книгами, разделами, она как бы сообщала радость и веселье всякому, кто не только исполнял закон, но и веселился, радовался о Господе, воспевая псалмы. И хотя в псалмах царя Давида мы имеем и покаянные псалмы, например, 50-й псалом, псалом на бегство от Ависалома и по другим причинам. При всем при этом большая часть псалмов – это хвалебные псалмы, где Господь прославляется. И они наполнены такими мажорными нотами, радостными какими-то звуками. Поэтому еврейское название псалтыри – «Сефер тегелим» – книга восхваления, потому что тот, кто даже соблюдает строго закон, но не имеет радости и веселья, Бог истребит такого человека и не примет его усердия. Поэтому и в Новом Завете мы читаем призыв Христа, апостолов, непрестанно радоваться, радоваться даже, когда нас гонят, злословить начнут. Радоваться и веселиться необходимо даже в самых тяжелых обстоятельствах. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он, то есть Соломон, приносил жертвы и курения на высотах». Ну, с одной стороны, была как бы необходимость, потому что храм еще не был построен, но была и опасность, что на этих высотах с древних времен стояли идолы, истуканы, и недопустимо было в этих священных рощах какие-то действия осуществлять. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник». Жители Гаваон – это те самые, которые обманули евреев, они прикинули, что они пришли издалека и заключили договор, что их не тронут, с ними не будут воевать. Поэтому на их земле прежде всего и было главное святилище, посвященное Господу Богу в то время. И потом они ухаживали за храмом, в их функцию входило обеспечение водою и дровами святилища истинного Бога. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник, тысячу сесожений вознес Соломон на том жертвеннике». «В Гаваонии явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе». Ишадат Мервский пишет, «Поскольку закон запрещал жертвоприношение вне Иерусалима, почему же Соломон тысячу сесожений вознес на жертвенники в Гаваоне? Потому что скиния Господня была в Гаваоне, как свидетельствует книга про Липоменон. И таким образом, из благоговения перед этим древним местом, Соломон ходил туда каждый год, чтобы совершать всесожжения. Скиния Завета – это тот самый походный храм, с которым в течение 40 лет иудеи ходили по пустыне. Это было священное место. Храм еще не был построен, и некоторая возможность для маневра, где приносить жертву, тогда еще была. Хотя после освобождения Иерусалима, как он стал гордым Давида, можно было только там приносить, строго говоря. И так во сне Соломону является Господь и говорит «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил перед тобой в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Божий мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, «Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Что значит «не знаю ни моего выхода, ни входа». Человек предпринимает какие-то действия, он не знает, куда это приведет. Он заканчивает какие-то действия, он не знает, какой будет результат. Все в руках Бога. И Соломон продолжает молиться. «И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро, что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И так он просит не кровь врагов, не богатства, он просит мудрости, чтобы отличать добро от зла при совершении судов Божьих и при управлении народом. Поэтому он являет пример правителя, который уповает на Бога. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого и сказал ему Бог за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Григорий Найзианзин пишет, это его трактат о богословии, «А слово о Боге чем совершеннее, тем непостижимее, и имеет множество выражений и самых трудных решений, ибо всякое препятствие, даже малейшее, останавливает и затрудняет ход ума и не дает ему стремиться вперед, подобно тому, как браздами вдруг сдерживают несущихся коней и внезапным потрясением сворачивают в сторону. Так Соломон, который был умудрен до преизбытка боли всех и до него живших и его современников, и получил в дар от Бога широту сердца и полноту созерцания обильнее песка. Чем более погружается в глубины, тем более испытывает головокружение и концом мудрости считает найти, сколь она удалилась от него». Григорий Незянзин свидетельствует о том, что божественная мудрость, она непостижима. И когда мы достигаем каких-то глубин познаний или каких-то вершин в познании, мы вдруг видим, что там еще целая бездна. Например, в 19 главе книги «Исход» сказано, что когда Бог позвал Моисеев зайти на гору, где он давал заповеди, Моисей поднялся на гору и оказался у подножья другой горы. То есть перед ним открылись высоты уже духовного мира. Это действительно неисчерпаемая тема богопознания. Ефрем Сирин в своих комментариях на Третью книгу «Царств» пишет «Так как повествование книги «Царств» точно излагает факты, никто не имеет никакого сомнения, что Соломон получил благородство, правление, величие ума и необычайную силу как дар Божий. И очевидно, что никто среди уже умерших царей и среди его преемников не мог сравниться с ним. И совершенно ясно, что все эти качества и другие, которые описаны в псалмах о Соломоне, в основном следует перенести на Христа. Иначе слова этих библейских отрывков не будут в полной мере соответствовать по своему значению истине. Тем не менее, Христос это тот камень мира, мудрость и царская власть, которого никогда не была ни у кого прежде, подобно как у Христа, и несравнимо ни с кем в своем величии. И до Него Христа ни один сын не был рожден от вечности или был бы равен Отцу, а также и после Него не было никакого сравнимого с Ним, как Бог Слова говорит через пророка «Я Господь и нет Спасителя кроме меня». Ефрем Сирин предлагает с христологической точки зрения посмотреть на Соломона. Действительно, давайте вспомним, с чего начинается Евангелие от Матфея. Мы неоднократно это вспоминаем. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. Сразу возникает богословский вопрос, а почему Христос назван сыном Давидова? Ответить, что он был потомок Давида, это очень просто. Здесь есть более глубокий смысл. Самый значимый сын Давида это Соломон. А что сделал Соломон? Соломон построил храм, первый храм на земле, посвященный Богу. Таким образом, Соломон преобразовывал собой Христа. 16 Евангелие от Матфея, Христос говорит, «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И мудрость Соломона, он был мудрейший из людей, величайший из царей, но Христос, Бога человек, и есть сама мудрость, сама истина воплощенная. Таким образом, Соломон действует как прообраз Христа, потому что тот храм, который был создан им, он находился в одной стране, в одном городе. А тут храм веры, церкви, что созидает Христос, наполняет собою все и вся. Как в книге Малахии сказано, от востока солнца до запада велико будет имя Божие перед между народами и на всяком месте будут воскурять фимиам, то есть та церковь, которая создается Христом, прообразом которой был храм Соломонов, она наполнит всю землю. И вот эти прообразы, конечно, мы с вами должны понимать, потому что Писание глубоко христоцентрично в каждой своей части, как и сказано было Христом, что и закон, и пророки, и Писание свидетельствуют о нем. Поэтому в каждом персонаже мы в той или иной степени видим что-то относящееся ко Христу. Например, есть отрицательный персонаж, он символизирует июду, еретиков, отступников, а положительные персонажи указывают на апостолов Христа или на самого Христа. И мы читаем далее. «И пробудился Соломон, и вот это было сновидение, и пошел он в Иерусалим, и стал преджертвенником, предковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих». Вот здесь он проявляет подлинную религиозную мудрость. Сначала он там на высотах приносит жертвы, потом идет в Гаваон, потому что там скинь завета, а теперь он будет совершать эти службы в Иерусалиме перед ковчегом завета. Далее говорится о судах Соломона. И давайте дочитаем все-таки жертвоприношение. «И пошел он в Иерусалим и стал преджертвенником, предковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих». Тогда пришли две женщины, блудницы, к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина, «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме». На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе в доме, никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме, и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, вот он был мертвый, а когда я смотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. «И сказал царь, это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И сказал царь, подайте мне меч, и принесли меч к царю. И сказал царь, рассеките живое дитя надвое, и отдайте половину одной, и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой царю, ибо взволновалась вся внутренность ее, от жалости к сыну своему, о господин мой, отдайте ей этого ребенка живого, и не умешивляйте его. А другая говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе рубите. И отвечал царь, и сказал, отдайте этой живое дитя, и не умешивляйте его, она его мать. Посмотрим, какие истолкования есть. Вот это Ефрема Сирина. Эти две женщины указывают нам на церковь и синагогу. Последняя, то есть синагога, после того, как попыталась воспрепятствовать таинству человеческого искупления, преследовала и погубила искупителя через ложные обвинения, претендует, тем не менее, на то, чтобы ее дитя было живо, то есть, чтобы народ иудеев считался угодным Богу, и чтобы он, Господь, дал жизнь вечную закону Моисея, который мертв, то есть закон не способен довести никого до совершенства. И поскольку синагога утонула в таких заблуждениях, она постоянно бронится с церковью, которую воплощает вторая женщина, но миролюбивый царь решил спор не разделением, а соединением чад обоих матерей, дабы из иудеев и язычников создано было одно тело, главой которому Христос. И вот обе женщины утверждают, что живут под одной крышей, потому что и церковь, и синагога населяют мир сей в жилищах, в которых они смешиваются. Ефрем Сирин имеет в виду времена, когда во множестве массово иудеи принимали христианство, и уже не было «это мой ребенок, это мой ребенок», и все дети церкви были дети единой церкви. Вот такая мудрость суда Соломона она не могла остаться незамеченной. И отвечал царь и сказал «Отдайте этой живое дитя и не умиршляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Итак, сегодня мы окончили чтение третьей главы, третьей книги царств, и если мы будем живы, Господь позволит при вашей молитвенной поддержке, в следующий раз мы соберемся здесь, на нашем портале, и будем читать уже четвертую главу. Спасибо вас, вас, Христос. «Христос».